всем добрый день с вами Игорь в этом видео хочу обратить внимание на некоторые ошибки основные начинающих ветроловов при конструировании постройки ветряков ветроколес и башен вот для наглядности для наглядности сделал вот такой макет ветряка на нем я буду показывать какие у нас силы действуют на ветрях вот башня вот это наша башня это лопасти понятно да не экономьте на башне это самое главное так сказать ну башня ветряка это как фундамент дома если сэкономите на фундаменте дома чтобы там бы дальше не делали там какие бы красивые стены евро ремонты внутри будут они уже никакого смысла не имеют потому что ваш дом будет садиться все это будет трескаться ломаться и падать потому что плохой фундамент то же самое касается и башни ветряка это фундамент ветряка если у вас плохая опора слабая ее шатает ветер раскачивает то все остальные узлы сверху там генератор валы оси крылья они будут подвержены дополнительным дополнительным ломающим нагрузкам на изгибы особенно крылья крылья вот например показываю показываю наглядно башня ваша вот ваша башня она ходит вот так вот раскачивает ее ветер вот если быстро это делать вот так вот она раскачивается и мы видим как вот эти вот крылья шатаются да туда-сюда вдоль вот этой оси ну тут они все шатаются это не страшно тут ничего такого не будет но если у вас крыло близко расположено к башне то вот этот шат его может хватить плюс еще плюс еще если само крыло не имеет такой особой жесткости пространственной там и она шатается она вас обязательно достанет до башни вот так достанет при вращении при вращении достанет его ветер на нагнет сюда поверьте мне если он может его сюда догнуть то он его догнет и у вас на ходу зацепляется лопасть при скорости примерно края 50 метров в секунду зацепляется за башню что будет с лопасть с лопастью она разлетится просто в щепки просто в щепки разлетится а те остальные что останутся две они вам растрясут всю головку растрясут погнут вал ну там короче будут такие поломки ну очень очень серьезные если ваша башня будет ходить и если очень близко поэтому старайтесь от башни как можно дальше отводить крылья как можно дальше вот это вот как как можно дальше ее выносите вперед но если у вас работает ветряк перед башня если за башней то этой проблемы не будет что если ветер будет отсюда воду то у вас крылья только будут оттягивать наоборот от башни вот раньше у меня так ветряк работал вот за башней поэтому я за это не боялся что крыло когда-то зацепится за башню но если у вас работает как по стандартной схеме ветряк перед башней обратите вот на это вот особое внимание это самая первая причина самая распространенная причина аварий ветра колес ветра генератор начинающих самодельщиков когда крыло зацепляется за башню этому надо определить особое внимание вот ну вы можете конечно давить его рукой там проверять но я вам скажу так есть определенные цифры которые показывают давление на наше ветра колесо когда ветряк стоит ветер давит просто на крыло на площадь крыла вот померить можно крыло какой она ширины длины и высчитать площадь оно давит между крыльями оно пролетает просто ветер он на него не давит поэтому оно не считается но когда ветряк начинает раскручиваться и набирает свои обороты входит в номинальный режим работы ветер ветер уже останавливается перед как перед диском ветер видит уже не отдельные крылья а как круглую стену как круглый парус и давит на него везде ветер везде давит по всей так сказать вот это вот вся площадь который описывает крылья это называется ометаемая площадь она считается вся давление так вот при скорости ветра 10 метров в секунду давление на один квадратный метр площади ометаем 10 килограмм примерно при скорости в два раза выше и скорости ветра 20 метров в секунду давление вырастает не в два раза а в пять раз в пять раз это уже 50 килограмм на квадратный метр 50 килограмм представьте себе это давит на ваш ветряк площадь круга вы можете посчитать любую это там формула не тяжелая поэтому учитывайте вот такие давления при конструировании своих ветряков делайте все как можно крепче как можно крепче крылья все это укрепляйте чтобы оно не могло его нагнуть чтобы башня вот это не шаталась вот так вот на ветре вот так вот да как мы сейчас видим эти крылья так вот это дополнительная нагрузка на вот эти вот соединения махи мах там кто-то их называет еще как-то по-другому корень крыла стаканы вот эти вот это вот 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 такое вот шатание мачты она выламывает крыло из своего корня взмаха стаканов так как выламывает это усталость металла если у вас железные стаканы и когда-нибудь этот ваш эти крылья ваши они обязательно отпадут если они могут отпасть поэтому уделите внимание особой башне не экономьте на башне она не должна вот так вот шататься не должна чуть-чуть она может там поддаваться под силой ветра но раскачиваться раскачиваться атаку она не должна ну что ваши крылья я скажу вот эти вот соединения они быстро устанут и все это поломается не экономьте на фундаменте если у вас там есть какие-то раздумья как сделать какой-то узел там например вот этот вот там какие-то вот здесь механизмы укрепить его или не укреплять лучше укрепить и вы лишний раз там лишний раз говорите какую-то арматуру там какой-то болт лишний закрутите какое-то ребро жесткости приварите там если вас терзают сомнения лучше добавьте потому что сила ветра она очень-очень сильная как один там на форуме писал где я читал про ветряки если ветер может поломать ваш ветряк в принципе может он его обязательно поломает найдется такой ветер найдется хоть там раз в году он будет или раз два года он появится такой но он его поломает если его можно будет поломать если этот ветер вообще его может поломать поэтому недооценивайте ветер никогда вот ну какие еще силы у нас тут действует когда ветряк крутится ветроколесо на лопасть действует центробежная сила то есть сила которая стремится его вытянуть выдернуть ну вот я вот так вот сюда вот выдерну чтобы она улетела эта сила она вроде бы и наоборот действует то что ну в смысле что она стремится выставить вот эту вот лопасть как бы плоскость вращения перпендикулярные валу то есть когда у вас этот нагинается эта сила наоборот стремится его но этой силы недостаточно и у вас лопасть все равно нагнет на эту силу не надейтесь вот что я еще хотел сказать по ветряках вроде бы все вот это вот самая основная причина аварии ветряков то что она шатается башня устает металл может или сама башня согнуться или еще что-то такое случится и вот то что зацепляется лопасть за башню на скорости разбивается крыло все остальное просто растрясывается из-за дисбаланса оставшихся двух крыльев или одного у вас все это растрясется буквально за несколько секунд и развалится поэтому вот этому уделите внимание особое еще один момент там видел ну делают все все делает с нуля ну зачем зачем все делать с нуля какие-то подшипники ставлять самодельные держатели для этих подшипников есть готовые узлы я думаю что надо больше использовать готовых узлов механизмов например автомобильные автомобильные мосты уже готовая ветроголовка ступица хорошо вытянута за счет длины моста можно вытянуть как можно дальше ветроколесо чтобы у вас не зацепилась крылья там ступица рассчитана на заводе продумано все там подшипники выдерживают очень хорошие давления большие давления на изгиб на излом используйте готовые узлы готовые детали от каких-то механизмов от автомобиля там еще чего-то там все проверено и рассчитана на прочность она выдержит она точно выдержит вот ну чтобы проще было зачем себе усложнять жизнь так сказать выдумыванием каких-то там ступиц подшипников деталей каких-то держателей это все не нужно все есть готовое это можно готовое надо как можно больше использовать ветряко строительство вот есть хорошая книжка фатеева интернете можете ее найти ее не сложно найти это советский академик или кто он там был он рассчитывал ветряки строил их там рассчитывал точнее сказать у него есть книга по теории там все это нормально так доходчиво объясняется какое давление на ветроколесо что такое подъемная сила как она возникает на крыльях с какой стороны она возникает какой профиль лучше выбрать для вашего ветряка то есть для более быстроходных ветряков там один профиль для более тихоходных многолопастных там идет другой профиль вот это все надо узнать если хотите чтобы он ваш ветряк эффективно работал я всю книжку сейчас не буду пересказывать просто говорю что она есть в интернете фатеев фамилия фатеев точно не помню как ее звать но он очень доступно хорошо объясняет как это все строить именно для самодельщиков таких семидесятые года советского союза что можно было в селе найти вот с этих материалов он там и рассказывает как сделать ветряк простых там используется генераторе какие-то автомобильные но это уже другой вопрос хотите автомобиль не хотите какой-то свой делайте но книжку это я вам советую найти почитать там все эти азы основы ветряка строения освещены ее надо прочитать прежде чем это начнете что-то строить вот как-то все что я хотел рассказать про наши ветряки наше строительство если что-то непонятно спрашивайте в комментариях буду пробовать объяснить рассказать показать на своем ветряке как я сделал я буду еще делать видео про ветряк хочу вот про башню сделать как я ее делал свою вот подписывайтесь на канал спрашивайте как-то все на сегодня наверное все все всем пока